Как дорого встречаем Новый год и что будет на столах северодвинцев в праздники? Экономическую ситуацию в городе и области обсудим сегодня в прямом эфире в программе «Открытая студия». К другим темам. Озеро с горячей водой разлилось по улице Портовой. Машины объезжают водную преграду под тротуару. Перейти дорогу по пешеходному переходу тоже невозможно. На место ЧП выехала наша съемочная группа. Преодолевать улицу Портовую сегодня легковому транспорту пришлось в сопровождении внедорожников проехать. Здесь невозможно вот уже несколько дней. Всему виной незамерзающая лужа. Водителям приходится объезжать препятствия по тротуару. А тем, кто все же решился ехать напрямик, рассчитывать на проходимость своего авто. У меня машинка маленькая, клиренс маленький. И пришлось вот, спасибо, что человек помог. Я сам в такси работаю. Мне по рации два дня, три дня назад мне сообщали, что, мол, там какая-то авария. Но, блин, за два-три дня могли что-то тут сделать. Ничего не сделали так. Глядя на ставшую непроходимой проезжую часть, местные жители говорят, такую картину наблюдают ежегодно. Но лишь в сезон дождей. Не перейдешь дорогу нигде ничего. А сейчас-то из-за чего вроде холодно? А сейчас не знаю, из-за чего у них там. А давно так? Да давно, да. Так, видать, дорогу что-то сделали, что она тут постоянно, как вода, дождик, так она тут постоянно. А сейчас вроде снег, должно замерзнуть, а тут уже. А откуда-то, видать, там, вот там, с той стороны коллеги, вроде оттуда, вот я видел, что набежало. Вслед за нашей съемочной группой на место ЧП прибыли и сотрудники предприятия «Горвик». Участок ливневой канализации и дождеприемник, из которых на проезжую часть поступает горячая вода, находится в ведении управляющей компании «Славянка». Авария у 19-го цеха на проспекте Труда. Наши сети втекают в 19-го цеха сети, из-за этого происходит затопление, потому что сроком утекать некуда. 19-го цеха на проспекте Труда, авария какая-то там, они откачивать не успевают. У меня вчера начальник участка встречался с мастером. Все вопросы к ним. Однако в прислужбе «Севмаш» предприятия от официальных комментариев отказались, но со слов начальника 19-го цеха пояснили, что затопление проезжей части не является последствием капитального ремонта сетей канализации, который ведет цех на проспекте Труда. В итоге справляться с последствиями разлива горячей воды пришлось третьей стороне, муниципальному «Горвику», чьи сети здесь не проходят вовсе. Судя по всему, кроме «Горвика», устранить аварию своевременно было просто некому. Сергей Курбан, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.